Друзья, всем привет! Решил сразу начинать с самого главного, без всяких там вступительных фраз и планчиков, как я еду на локацию для съемок. Это Cannondale Slade, который на SRAM Apex. Субтитры сделал DimaTorzok Я думал, что от туринга я вряд ли когда-либо избавлюсь, как от типа велосипеда, не от конкретной модели. Но я думал, что вторым будет Hardtail, карбоновый, очень крутой. Я думал, что это будет Cannondale FSI. И на один из них мы в скором времени посмотрим. Я полечу на презентацию в Германию, расскажу вам обязательно. Но, тем не менее, мне очень многие писали, и я сам задумывался над тем, а не попробовать ли мне Cannondale Slade. Потому что это такой себе универсальный велосипед, почти шоссер, почти грейвел. И в этом видео я вам расскажу, почему я его взял, зачем я его взял и что я о нем думаю. Собственно, я уже давно сказал, что одним из этих двух велосипедов будет какой-нибудь топчик. То есть, дорогая модель. И эта дорогая модель. Он стоит на сегодняшний день около 85 тысяч гривен. Или больше трех тысяч долларов. То есть, это реально премиумный велосипед, хотя и не топовый в линейке. Но мне неоднократно писали на стримах. Мне неоднократно в личку писали в комментариях, что я просто обязан попробовать этот велосипед. Я не до конца понимал, что это такое. И в первый день, когда я его взял в велопланете. Велопланета мне любезно предоставила его для тестирования. Причем для длительного. И я как раз таки и решу, что брать Slade или FSI. До сих пор не знаю, если что. И в первый день использования впечатления были достаточно неоднозначные. Можете посмотреть. Это было вечером. Надеюсь, все будет видно. Самая первая вылазка на Cadale Slade с лэфти вилкой. Решил просто поделиться первыми впечатлениями. Потому что потом все равно они будут новые и новые и забудут. Легкий в управлении, юркий. Да, это про него. Вилка полностью не блокируется. Как и на двухподвесе. Пока что немного напрягает. Но надо проверить. Возможно, под мой вес она не до конца накачана. Жесткость отличная. Катит хорошо. Переключения пока что непривычные. Потому что я всегда нищебродским им пользовался. И у меня это скидывало, это накидывало. А теперь одна ручка короткий накидывает, длинный скидывает. Ну, в принципе, это привыкабельно. Я думаю, что проблем с этим не будет. Ну и переднее колесо явно, конечно, тяжелее снимается, чем на всех других велосипедах. То есть тебе надо шестигранником хорошо хоть одним открутить три винта или болта. Я не знаю. То есть тормоз. Там очень легко. Буквально в пару оборотов ты снимаешь его. И главный винт, который держит ось. Вроде ничего сложного, но просто что крутить приходится. А по настройке, наоборот, легче, чем на всех велосипедах без оси. Чисто по первым впечатлениям, количество передачи хватает. Потому что спереди это одна звезда у нас. Но сзади диапазон огромный. До 42 горку ползти, мне кажется, будет легко. Ну и на 11 сзади вообще без проблем я здесь раскручивал нормально. Ну, естественно, все будет понятно уже в более продолжительном опыте. На утро я понял, почему вилка продавливается. Под мою массу 86 килограмм должно быть давление 180 пси. Я не знаю, что это. И у меня оно меньше 100. Это я уже пару раз качнул на самом деле. То есть надо в два раза больше сделать, чтобы вилка работала нормально. Как оказалось, вилка все-таки блокируется практически намертво, как и должна. И проблема была в том, что я просто не сообразил, что ее можно подкачать. И когда я накачал, велосипед стал реально жестким при педалировании, к примеру, в горку. Кстати, вместе с велосипедом я взял в велопланете еще и обувь для себя. И она оказалась очень-очень крутой. То есть ее преимущество я почувствовал сразу. И об этом чуть-чуть позже. И, кстати, еще немножечко позже вы познакомитесь в этом видео с человеком, который очень давно катается на слейте. И он профессионально участвует в гонках на нем. И он расскажет, почему он остановился на нем. Он, кстати, не сотрудник велопланеты на данный момент. Он просто катает за Канан Дейл. Мы вместе поехали, он поделился впечатлениями. Сразу хочу сказать, что это не обзор. И я понял и для себя так придумал, что обзоры на своем канале я не буду делать. Многие, конечно, хотели бы, чтобы я делал обзор велосипедов. Но я не хочу превратить Цигуд Трип в еще одну работу, где я буду кому-то что-то должен. Должен буду разбираться чуть более, чем средний уровень в велосипедах. Я этого не хочу. Я хочу катать в удовольствие. То, в принципе, от чего я просто прусь. И вот именно поэтому первая вступительная часть, где я в лесу вам рассказываю возле велосипеда про свои впечатления, она будет очень короткая. Основная часть все-таки будет с Васей, когда мы катались. Там более техническая информация. Что это за велосипед в целом? Это грейвел, но с более шоссерной посадкой. То есть на нем даже шоссейные гонки. Некоторые гоняют, потому что на нем вы можете и тренироваться, просто вкручивать нереально. Он легкий, он весит 10 килограмм, учитывая, что здесь амортизационная вилка. И выезжать не просто в лес, а реально на серьезные камни. Мы, к примеру, в один момент встряли просто в дорогу, которая выстелена кирпичами незакрепленными. И мы просто вот так пролетели, по ним было круто. Конечно же, главное, что сразу вызывает вопросы и очень много удивлений, просто поверьте, это замечательная лефти-вилка. Вот честно вам признаюсь, я в нее просто влюбился, потому что... Да на самом деле, потому что Cannondale и Specialized, это, наверное, единственные два таких производителя мировых, которые не просто делают крутые велосипеды, это компании, которые привносят что-то совершенно кардинально новое вообще в понятие велосипеда. Cannondale это единственный в мире производитель, который делает и рамы, и вилки. И причем вилки лефти самые надежные в мире на кручение, по крайней мере. И компания дает на них пожизненную гарантию, именно на корпус вилки. И вот в таком ракурсе вопросы действительно возникают. Блин, а насколько оно надежное? Как долго оно проедет? Но поверьте, уже годами испытана эта конструкция. И, кстати, вилка здесь карбоновая, в то время как рама алюминиевая. Но не забывайте, что Cannondale это первый в мире производитель, который начал делать алюминиевые рамы. У них огромнейший опыт. И здесь, в отличие от других алюминиевых рам, она имеет амортизацию. Вы можете посмотреть на конструкцию пера вот здесь, вот здесь. Они как бы широкие поперек и очень тонкие вот здесь. И даже рукой вы сможете его на несколько миллиметров легко выгибать. И здесь, и здесь. При этом, при всем, здесь немного более тонкий штырь. И таким образом вы также можете чувствовать, как он амортизирует. Обвес здесь с рам Апекс это хороший уровень. Не топовый, но очень хороший. И да, поначалу было немножечко непривычно. Потому что переключение на ручки здесь короткое повышает, длинное понижает. То есть нет второй ручки, которая переключает передачу. Ну и спереди у меня одна звезда. Я давно об этом мечтал. И естественно свой хардтейл, который я планировал брать. И может быть еще и возьму. Он также с одной звездой. Но сейчас я понимаю, что это универсальная машина и для леса. Потому что я даже на туринге катаюсь по лесу. А здесь эти 30 миллиметров вилки дают просто очень и очень комфортные ощущения езды. То есть понятно, это не двухподвес. Ни в коем случае не надо сравнивать и перья не так амортизируют. Но ты получаешь жесткость и большую скорость. И я реально на нем серьезно вкручиваю и вообще не задумываюсь, когда куда поехать. То есть если мне надо куда-то ехать, я запросто еду на нем вместо машины. Потому что средняя скорость очень большая. И сейчас вы посмотрите сюжет, как я ехал на встречу с Васей, где мы поехали кататься. Был, кстати, еще и Богдан. Вы все его помните. Он приехал на GT. И мы там все общались просто про эти велосипеды. Когда я ехал обратно, я понял, что для наших стран это просто нереальное предложение. Потому что очень часто, особенно после зимы, на шоссейных велосипедах тяжело ехать. То есть ты просто отбиваешь себе все, что угодно, даже на фулл карбоне. Вот вам вариант. То есть ты получаешь, да, чуть-чуть больше массу. Ну буквально на килограмм, скажем так. Но при этом ты очень и очень комфортно себя чувствуешь. При этом при всем, если нашелся вот в такую локацию, ты попросту не приедешь. Ну понятно, можно извратиться. Но с комфортом ты здесь не будешь кататься и вкручивать. То на этом вообще без проблем. В общем, давайте смотреть кусочек видео. Естественно, я буду неоднократно еще рассказывать про свои впечатления. Это только первый ролик. Как я уже сказал, не обзор. Хочу почитать ваши комментарии, что вы думаете. Потому что даже запустив фотографию с этим велосипедом в Telegram и Twitter, очень многие меня поздравляли и говорили, что велосипед просто огонь. Хочу поблагодарить Велопланету, которая официально сюда и завозит велосипед именитого бренда Cannondale. Я, естественно, с ними общаюсь и они знают мои предпочтения. И сами понимают, что возможно он мне подходит лучше всего. Поэтому буду делиться с вами впечатлениями. Ну и, кстати, все, что связано с Mavic'ом, также вы найдете у них, как и много всего остального. Ну и, как всегда, маленький подгончик для подписчиков. По промокоду ECGOODTRIP в Велопланете на всю продукцию Mavic вы получите скидку 10%, что, как бы, согласитесь, приятно. Уровень, значит, следующий. Пол пятого вечера я полностью налегке взял свой Gravel и еду сейчас в Киев к чуваку, у которого тоже KDL Slate. Во-первых, хотим мне безкамерку сделать. Ну, во-вторых, я хочу покататься, мне ехать на подол. Фу, вот тут я учился на контактах кататься. Тут меня садили, я крутил педали. Обувь, вот эта Mavic, называется модель Crossmax Elite. Это третья сверху топовая обувь, как раз для того, чтобы и кататься достаточно жестко, то есть, вкручивать по асфальту. Но прикол в том, что и для леса хорошо, и чтобы снять и походить, потому что в топовой по жесткости ходить тяжело, она очень жесткая. И прикол в том, что я, понятно, что ламер, я не стесняюсь этого, но я никогда с этой BOA не ездил, вот с этой системой. То есть, у меня или такой вот фастекс, или как бы он там ни назывался, клипер так защелкиваешь, неудобно, или шнурки тоже неудобно. Здесь идеально просто, то есть, хлыц-хлыц-хлыц, получается, смотрите, расстегнул, вышел, тыц, пошел дальше, поехал, ну нереально просто круто. Вот это ось, тыц, кнопка классная, это мы сейчас безкамерку будем делать. Так, взвешиваем, это у нас до, 2,438 без воздуха, то есть, Василий все предусмотрел. Слушай, иначе в комментариях сейчас будет написано, а воздух? Лента бескамерная есть, да? Да. Отлично, так, 2,438, я запишу. Чтобы сделать бескамерку, нужен вот такой ниппель, который закручивается в обод, то есть, вообще он идет в камеру, а здесь он в обод будет сразу. Герметик ты залил, да, уже? Герметик я залил, да, 60 миллилитров. 60 миллилитров. Ну, это вот, тубрис, рейди, то есть, покрышка готова к использованию, ее нельзя без герметика использовать. И вот сейчас вот герметик начинает через маленькие отверстия выходить, все возможные. Это нормально, да? Да, это нормально, оно со временем загустеет. Буду, ну, опять пошла жара. Сейчас оно густеет. Ну, оно может и держать и 8, и 9, но чем больше давления, у нас это тоже используют герметик. Конечно. Но чем больше давления, тем быстрее оно, понятное дело, улазит. Но, тем быстрее оно закрепывается. Так, все сделали, и у нас стало 2,321. То есть... Самое большое преимущество, что мы сбросили вес не на втулке, а на... Маховике, грубо говоря. Маховике, да. Тихо, тихо, я перезапишу. Я с Василе еду в Альпштадт, так называется? Да, Альпштадт, там проводят этапы Кубка Мира. Это город в Германии по кросс-кантри. Довольно-таки давно уже. В этом году это второй этап Кубка Мира. Короче, Вася будет там гонять на вот этом слейте. Мы сейчас поедем чуть-чуть прокатимся, по хот-догу съедим. Но конкретно на вот этом велосипеде, только с другой резиной, он будет гонять и становиться чемпионом мира, да? Ну, это не чемпионат мира, но я думаю, это будет какая-то любительская гонка. Прикольно. А теперь смотрите момент. Профит от лефти вилки. Не нужно снимать колесо для того, чтобы поменять, к примеру, камеру, ну или в нашем случае снять ее, чтобы сделать колесо без камеры. Проверяем, как легла лента, потому что ее клеили из завода. Она могла где-то сойти. Вот это ты заливаешь герметик. И он там будет крутиться себе. Да, он будет вертеться, попадать в отверстие. Я устраиваю давление. Для начала мы качаем немного больше, потому что будет возможно выходить воздух. А потом устраиваю давление. Вот так, сэкономили еще 200 грамм на велосипеде почти. Я этим никогда не парился, мне пофиг на самом деле. Так, все, пациент вроде бы готов. Защиту поставили, без камерки сделали. Смотрю на слейд и плачу. Чего? Очень классный аппарат. Я понимаю, что карбон легче. Вот, собственно, мы сейчас померим на сколько. Будем меряться, да. Давай, поднимаем. Ставлю на 9. Хрена себе, слушай. Да не, что-то ты... Не, ну что, ну ты... Нереально. Ты мне... А так ты и на колесе стоишь. Братюня, ты мне не... Я прям... А я смотрю, и уменьшаться масса начинает. Тебе на базар идти работать с такими скиллами надо. Главное, да, не сколько, а как мерить. Неожиданно, как сам не ожидал. 9 и 5. Ну, грубо говоря, 9 и 5, короче. 10 и 5 получается. И 5 дальше. То есть килограмм. Но, друзья, килограмм килограмму, но вы же не забывайте, что все-таки здесь карбон. Здесь алюминий. Грамотно сделанный, но алюминий. Здесь у нас лефти амортизационная вилка. А там ее нет. Да, да, да. И это тоже надо учитывать. Ну и резина у меня чуть побольше. Это я к тому, что провала здесь нет никакого. То есть у меня ракета шоссер весил 9,8 где-то. Но там же, блин, карбоновая вилка без амортизатора. Очень маленькая тоненькая резина. Здесь все по тарт-кору. Но если кто-то начнет писать, что GT лучше, GT хуже или вот всякое такое. Просто знайте, что GT и Cadell это один концерн. Поэтому расслабьтесь. О, вот это я понимаю. Это главный бойчик. Немножечко поменялись с велосипедами. Я на GT-шке еду. Бодя едет на моем слейте. Два слейта спереди. С камерой мне тяжело будет здесь. А Вася, смотри, легких путей не ищет. Нет, ну сейчас четверт. Ну да. Долгое-мало, но это так с собой. Ну что сказать. Конечно, сразу ощущается, что посадка на этом GT более МТБшная. Как на, наверное, турингах. То есть все-таки слейт, он больше под динамику заточен. С выездом на бездорожье. Откуда у вас такие ноги? Где такие взять? Как тебе вилочка? Да, вот на такие трассы замечательно нужно испытать. Кажется, что у вас велосипеды поломаны, пацаны. А оно надежно? Вот это как раз дорожка такая, чисто гревелс. То есть катаемся и получаем удовольствие. И сейчас мы даже будем сквозь стены проходить. Опа, мы еще. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вася как-то, мне кажется, нырнул прямо в эту щель. Все-таки, мне кажется, пацаны, что мы на какую-то территорию проникли. Что-то меня не покидает от ощущений. Да, но мы по грейвелтрассе едем, только я не на грейвел велосипеде еду. Он не в тренде, у него нет амортизационной вилки, как у меня. Так, хорошо. Приехали, меняемся. Мы немножечко, да, заблудились. И поэтому будем держать путь обратно в ту дыру. Если ты в нее не попадешь опять, то хоть не на моем велосипеде это будешь делать. А я за тобой поеду, я сниму, как ты туда ныряешь. И у тебя сейчас не получится, потому что я когда на камеру, а оно всегда, блин, меня снимают. А я не буду знать, что меня снимают. Я не буду видеть камеру, потом все получится. Да, я тебе крикну, тебя снимают. Нас чекпоинт с хот-догом ждет, погнали. Ныряй. Опа, а я сделаю вот так. Вилочка, я вам скажу, отрабатывает. Вот я сейчас резко пересел. Карбон, не карбон, все-таки амортизация свою дает. Ась, расскажи, как тебе твой слейд? Я вообще взял его первый раз три года назад, и это был первый слейд в Украине. Я специально за ним ехал на завод Нидерланды, чтобы забрать. Он был готов, буквально через два дня я его забрал. И сразу же на нем поехал в Грузию на сборы. Я настолько был поражен, и настолько он универсальный. Я мог заезжать в любые абсолютно села. Этот велосипед реально давал подспорье и на шоссе, и примерно на таких подговорах. Я тебя, если что, уже не слышу, но я все еще еду. Да, слушай, прям весело. Теперь вы знаете, что такое грейвел? А с вилочкой... С одной рукой, как тебе ехать? С одной рукой реально напряжно. Вы просто не подумайте, я еду с одной рукой, с камерой. Я просто вам даже с тряской все это видео оставлю, чтобы вы понимали, что происходит. Блин, вилка отрабатывает капец просто. Ну реально, вы едете как по асфальту. Для этого она и создана, капец. Я хочу смотреть на амортизационную маутенбайковскую вилку. В те места, где она стирается, то вы заметите, что только первые 3 сантиметра хода стираются. То есть в основном вилка работает даже в проскантри, когда вы выезжаете. Ну я думаю, где-то 90% времени она работает именно в этих 3 сантиметра. Ну то есть реально, я сейчас проникся, отвечаю. Вот даже с камерой в руке, я реально очень сильно офигел, как круто. Во-первых, вилка отрабатывает. Во-вторых, задний треугольник технологии сейф. Он все равно поглощает небольшие вибрации. Ну скажем, работает как амортизатор на сантиметры, либо полтора хода. Первое время мне было тяжело с ним справиться на самом деле. Но я к нему привык приблизительно через неделю. То есть первые недели у меня были ощущения такие двоякие. Но через неделю я настолько в него влюбился, что понял, что мне, наверное, на сборах и не нужен маунтинбайк, либо 2 велосипеда. То есть ты ездишь вот на эти сборы, где все на маунтинбайках, ты на слейте? Ну в прошлом году я ехал на слейте и даже участвовал на Кипре в гонке шоссейной. То есть ты и там, и там на нем участвуешь? Ну в маунтинбайке, к сожалению, на таком не допустят. А, я понял. Трассы по маунтинбайке я на нем проезжаю с легкостью. Но, конечно же, более уверенно буду чувствовать себя на маунтинбайке, потому что там шиверутся. А если бы тебе сказали бы просто выбери себе сейчас один велосипед, который тебе нужен вообще? То есть у тебя есть возможность один велосипед, один слот, как в играх? Однозначно, это был бы слейт. Те, кто на нем ездил, приходят к точно такому же выводу. Ну вот я езжу на нем второй день, я пока что еще не сильно пришел, но вчера я еще не понимал его. Я выехал, ну и такой, а сейчас вот чуть-чуть проехались, я уже чуть больше понимаю. Думаю, через неделю я начну очень сильно понимать. Я думаю, что это как вино. Сначала надо его распробовать. Потому что, когда ты сел первый раз, ты поехал по шоссе, ты его сравнивал, наверное, с шоссейным велосипедом. Потом ты поехал по кроссу, ты его сравнивал с маунтинбайком, скорее всего. Понятное дело, что везде он немного, но проигрывал. Но когда ты все проезжаешь в комплексе, еще и за одну тренировку, то со временем ты понимаешь, что это реально самый универсальный велосипед. В 2015 году на выставке Евробайк он получил золотую медаль, как лучший велосипед. Реально? Да. Офигенно. Вот теперь я знаю. Я просто с этими пацанами катаюсь и становлюсь умнее чуть-чуть. Знаешь, как он изначально назывался? Как? НЛС. Аббревиатура расшифровывается как Next Level Shit. И на моем, к примеру, велосипеде, мы можем остановиться, я сейчас покажу. Давай. Есть аббревиатура его первого названия. Изначально он назывался НЛС. Next Level что? Next Level Shit. Они так реально назвали? Чувак, это что, реально так они назвали? Да, изначально он так назывался. Охрененно, а что так перестали называть? Мы его переименовали в Slate, как более запоминающий. Пришел, значит, дяденька, я уверен, такой, ребят, вы что, сдурели так называть? Вы что? Вы что, это солидный велосипед, дорогой. А вы Next Level Shit. Слово, как Slate переводится, знаешь? Шифер. То есть все просто велосипед для шифера, для неровной дороги. Очень круто, что на этом велосипеде низко центр тяжести находится. Стабильнее едешь? Намного стабильнее находишь повороты, если сравнить повороты, скажем, на спуске, на маутинбайке, хотя там сцепление намного лучше. И на шоссейном велосипеде, то на шоссейном вы заедете, в любом случае, быстрее. Потому что центр тяжести у вас будет намного ниже. И, как бы, положить его практически нереально. Его положить невозможно, особенно с этими покрышками. Это тебе не Богдана послушать. Да. Который втирает какую-то дичь. Я вот собираюсь к людям поприставать, не знаю, не сегодня, наверное. Просто спросить, что вы думаете по поводу этой вилки и сколько она прослужит. Она же надежная, нереально. Во-первых, на нее пожизненная гарантия. Это единственный производитель, который дает пожизненную гарантию на корпус, что он не сломает. И это КДЛ делает вилки эти? Да, это единственный производитель в мире велосипедный, который делает и рамы, и вилки. И он создает эту вилку специально для конкретного велосипеда. К примеру, эта вилка Оливер. Кто знает, почему Оливер? Джимми Оливер – это кулинар такой. Да, почти. Но вообще это такое сокращение, что ли, от All Over. То есть везде All Over. То есть если быстро сказать, то можно сказать Оливер. Так вот, эта вилка сделана специально для слейта. Она выпускалась специально для слейта. Ну да, 20 минут. И если посмотреть, то здесь нету якоря. То есть тут ничего нету. Внутри? Внутри, да. Тут не надо ничего с тяги, потому что эта вилка идеально подходит под этот велосипед. Одна из немногих вилок в проскантри и вообще о перевертыш. Это когда толстая труба сверху, тонкая внизу. Это дает ряд преимуществ. К примеру, больше торсионная жесткость. То есть на скручивание, боковая жесткость, фронтальная жесткость. Больше труба, вся энергия при ударе, при повороте сосредоточивается где-то приблизительно под рулевым стаканом. Поэтому обычные вилки у них гнется шток. Бывает такое, очень часто их меняют, эти штоки вытрессовывают. А здесь она распределяется на две короны. И второй бонус, это неподрессоренная масса. То есть чем ниже масса колеса и ноги, тем лучше работает вилка. Но это знают автомобилисты очень хорошо, особенно там какой-то там Формула 1. Если скинуть, к примеру, на вилке 100 грамм, она будет работать на порядок лучше. Или это то же самое, что добавить весу райдера 10 килограмм. Не, ну выглядело круто. И вот сам факт, но до сих пор разрыв шаблона, я вот катаю второй день, это одна нога, это жесть. Я привык, чтобы люди обращают внимание. И когда ты оставляешь возле кафе велосипед, то обязательно скопится какое-то количество людей, чтобы обсудить ее. В первое время мне нравилось спорить с людьми, что доказывать им, что она действительно крепкая, что она не сломается. Но в последнее время у меня уже не тащит. Достало. Все, ладненько, мы Васю покидаем, вернее он нас покидает, потому что он вещи оставил в магазине. Надо забрать. Удачи. Давай, пока. А мы по хот-догу? Обязательно. Как всегда, чекпоинт. Иначе зачем мы катались? Зря катались. Кстати, друзья, не реклама, но только наук я нашел доктор Пеппер. Напиток детства, я его очень сильно люблю. Вот. В общем, друзья, день был офигенный. Вы увидели его только часть. У меня с самого утра покатухи были. Но мы тут с Боди стоим и обсуждаем, что мы проникли со слейтом. Хотя я про этот велосипед думал время от времени, потому что я себе как бы уже заказал один. И сейчас думаю, может быть, отменить заказ и просто остаться со слейтом. Во-первых, Васю послушаешь, проникаешься просто. Васю послушал, проникся слейтом. И не было как-то вот S, теперь не настолько S, сколько у меня было раньше. У тебя вообще S, там GT, проникся Кананделом. В любом случае, буду кататься сам, буду делиться с вами впечатлением. Обязательно ставьте лайкосики, слейт ему прям очень-очень достоин. До следующего видоса. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.